здравствуйте дорогие друзья меня зовут антон хорин я музыкальный мастер мы находимся в моей музыкальной мастерской в петергофе я уже не помню рассказывал вам или нет о возможных вариантах изготовления ручки грифа для гитары но повторение мать учения я думаю лишним не будет может еще лишнее что-то скажу дополнительно сегодня расскажу о двух вариантах технологии изготовления ручки грифа для гитары вариант классический испанский и вариант скажем так немецко-французский и народный вариант начну со второго немецкие или французские крепления грифа головы грифа к ручке это головка грифа склеивается в верхней части ручки головка грифа является вот в есть голова грифа длинная ручка грифа чуть покороче и шов проходит по шейке этот вариант более дешевое исполнение я бы даже сказал может быть он даже более прочной более крепкий вот более простой для технологий поэтому он принят на большинстве фабрик мира где выпускают фабричные гитары и также на народных инструментах принято так делать почему для классической испанской гитары этот вариант не подходит попытаюсь объяснить как известно струна звучит вместе перегиба у нее есть две точки перегиба 1 на подставке оттуда звуковая волна бежит а вторая точка перегиба на грифе на ладе то есть звучит не только подставка гриф тоже звучит гриф тоже работает это половина звука это очень важно кстати именно поэтому очень важен материал грифа об этом будет дополнительное видео так вот и если вы заметите что на первом и втором ладу струна зажатая сверху будет давать звуковую волну которая побежит по ручке грифа вниз вверх и наткнется вот на этот клеевой шов любой клеевой шов это проблема для звуковой волны чем меньше клеевых швов тем лучше соответственно вот в этой части вот этот клеевой шов будет отрезать звуковую волну от остальной части гитара поэтому этот вариант для классической гитары не очень подходит да и кстати в таком варианте крепления облицовка для головы грифа не нужна потому что облицовка она скрепляет скреплять здесь нечего шов здесь вот где и скрепляет его накладка грифа поэтому здесь облицовка выполняет только декоративную функцию и так испанский вариант гриф в испанском варианте в классическом делается из одной палки из одного куска мягкого дерева безо всяких проклеек безо всяких швов гриф должен быть целиком это очень важно вот такой вот блок имеется строгается толщиной 20 потому что у ручки у пятки грифа гриф 20 миллиметров шириной как ширина головки в моем варианте это 75 ну может быть 80 и длиной по чертежу как у вас там получится затем на ленточной пиле или вручную вы отпиливаете голову под углом от 12 до 14 градусов опять же кто как делать я делаю 14 градусов для того чтобы ее перевернув приклеить вот сюда но от пилы след плохой его надо отстрогать поэтому обычно закрепляют вот таким образом голову и ручку можно зажать светив на столе можно зажать в тиски потому что у вас две одинаковых ширины и все это прекрасно зажимается и эта плоскость рабочая этот угол великолепно строгается рубанком под названием оборотник почему оборотник потому что это торец дерево торцевое строгание лучше выполнять оборотничком оборотник это рубанок у которого лезвие видите практически лежит очень маленький угол посадки лезвия таким образом рубанов может строгать торцевые слои можно даже еще еще более от логим вот еще более от логи торцевой рубанок и вот так в таком вот режиме зажав это все жестко это все строгается оборотником работают поперек волокон вдоль волокон как угодно главное вам получить идеальную плоскость при вот такой вот зажатом испанском грифе все отстрогали отстрогали проверили второй этап ну или уже третий совмещаем голову и ручку то как они должны быть если мы намажем клеем то голова у нас поползет при сжатии струбцины чтобы это не произошло мы высверливаем отверстие вот здесь верхнюю часть насквозь а здесь чуть чуть не глубоко чтобы гвоздик только зафиксировалась так как в испанском варианте ручка грифа целиком вся является целым деревом никаких препятствий для звуковой волны никаких ливых шоу здесь не будет и так как в испанском варианте пятка грифа является клетцем на который собран гриф звуковая волна по грифу побежит и прямо уйдет в корпус вот почему на испанском варианте так важно делать голову снизу и каблук сборку испанскую чтобы звуковая волна проходила по грифу туда-сюда нигде никаких клеевых препятствий не встречала и ручка грифа в испанской гитаре работает идеально и дает такую же половину звука но не половину процентов 30 звука очень важно никаких проклеек никаких ничего вот только но так как шов проходит по голове и здесь усилия огромная 60 килограммов натяжения 6 струн то в испанском варианте обязательно это эту поверхность закрепляют облицовкой 2 3 миллиметровым куском палисандра или какого-то очень плотного цветного дерева вот так потом это все скрепляется чтобы струнами не ломалась то есть в испанском варианте облицовка головы обязательно и чем она плотнее чем толще тем лучше все у меня подогнано склеивается испанский вариант так как и голова и ручка у нас одной ширины все это можно склеить на столе заготавливаем гвоздик еще раз возвращаемся к клею я отказался от клея тайт бонд и сегодня был замечательная была иллюстрация опять же все горе мастера продолжают клеить на тайт бонд но товарищи внимательно читайте что на нем написано но читайте вы учитесь вы не предназначен для соединений под нагрузкой не предназначен для соединений под нагрузкой у нас в гитаре одни нагрузки на 60 килограммов на подставку 60 килограммов на гриф а если это бас-гитара там еще больше тайт бонд не выдерживать сегодня пришел клиент и говорит я бас-гитару носил одному мастеру второму мастеру все на тайт бонд не клеют и у меня все разваливается ну потому что тайт бонд не предназначен для изделий под нагрузкой я проводил опытные эксперименты с клеями тайт бонд разваливается но не знаю если вам мало моего опыта но продолжайте портачить да вот один из лучших вариантов отечественных клеев новгородский пвашка очень хороший клей из моих пяти вариантов исследований он продержал лучше всего и вот этот серебряный столер супер пвад 3 серебристый но он очень дорогой я использую вот новгородский пока он есть замечать держит гораздо сильнее наношу наношу на мою голову грифа наношу наношу так совмещаю совмещаю ставлю гвоздик в заранее просверленную и чтобы он попал в ответное отверстие и кладу на стол все на ровном столе у меня плоскость голова никуда не загнется ничего плоскость соблюдена самыми простыми маленькими струбцинками я это сделал все схватываю голова по клеевому шву не поползет потому что ее мостик удерживает не загнется относительно осевой потому что она лежит на столе на плоскости осевая соблюдена все никаких проблем испанцы не дураки не зря все клей выступим я его подтираю пожалуйста гриф склеенный и кладу на просушку таким образом мы делаем грифа я делаю грифа и испанские и народные как ни странно но на русских гитарах и на семиструнных гитарах принято делать все-таки немецкую голову потому что русская гитарная школа произошла вот немецкой школы от австро венгерской от французской школы поэтому в русской школе традиционно делают гриф вот в таком варианте ежели я делаю испанку и пытаюсь добиться хорошего звучания классическую хорошую настоящую гитару то я делаю голову грифа снизу как это положено причем советую вам на испанской гитаре не делать никаких проклеек а просто брать очень хороший высушенный материал его не будет никуда вести держит идеально проверено не надо ничего выдумывать потому что все эти проклейки и прочее все это портит все это пошло на классической испанской гитаре ручка грифа из целикового куска мягкого испанского дерева называемого цедрелла не испанское но все равно меня очень мягкое дерево с плотностью 400 килограмм на метр кубический и прекрасно держит не гнется ничего советую вам об этом задуматься а не делать миллионы проклеек из палисандра делать твердейшие грифа из клёна еще вы там еще делаете соответственно портите звук так мы делаем наши грифа